Два года колонии за антиправительственные комментарии соцсети получил житель белорусского Светлогорска Андрей Игнатович. По версии суда, его действия якобы грубо нарушали общественный порядок. В 2020 году Игнатович размещал в телеграм-комментарии, которые содержали негативную оценку деятельности членов избирательных комиссий, в том числе председателя ЦИК, сотрудников полиции и вооруженных сил Республики Беларусь. Из публикации правозащитного центра «Вясно». МВД Беларуси внесло Игнатовича в список так называемых экстремистов. За последнюю неделю он пополнился минимум двумя десятками фамилий, теперь там числится больше 3540 человек. На днях белорусские силовики устроили обыски по делу Координационного совета – оппозиционной организации, созданной после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года. Представители организации преследуют по шести статьям Уголовного кодекса, включая госизмену и попытку свержения власти. По делу Координационного совета по всей стране было проведено около 200 обысков. Пропагандисты утверждают, что у силовиков расширенный список участников. Следственный комитет Беларуси рассматривает дела против минимум 100 человек. Из публикации правозащитного центра «Вясна» в Телеграм. Следкоми Беларуси утверждают, что расширенный список участников предоставил бывший активист Координационного совета, который, цитируя, решил вернуться на родину через комиссию по помилованию. Оппозиционеры в правдивости этой версии сомневаются. Они считают, что так власти пытаются заманить в страну уехавших из-за репрессий режима. Белорусские эмигранты из-за границы сталкиваются с трудностями из-за введенного Лукашенко запрета консульством выдавать новые документы и продлевать действия старых. Людей буквально вынуждают возвращаться. Многие, кому предстоит продлевать ВНЖ, скоро столкнутся с проблемой истечения срока действия паспортов. А вернуться на родину они не могут. Большинство белорусов боятся возвращаться. Очень много случаев, когда люди возвращаются в Беларусь, их задерживают, и выехать назад они уже не могут. Наталья, гражданка Беларуси, в комментарии изданию «Новая газета». Теперь или просить статус беженца, или жить нелегалом. Если поймают, выдадут бумажку, что надо покинуть страну в течение 30 дней. А если не покинешь, посадят самолет, депортируют в Беларусь. Хороших вариантов нет. Виктор, гражданин Беларуси, в комментарии изданию «Новая газета». 28 ноября 2023 года Верховный суд Беларуси оставил без изменений приговор Эдуарду Бабарика, сыну экс-кандидата в президенты Виктора Бабарика, который также находится в заключении. Эдуард получил 8 лет колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также в организации массовых беспорядков. Правозащитники считают и отца, и сына политическими заключенными, а приговоры – надуманными. Василий Панасюк для телеканала Freedom.